Одна из самых громких тем уходящей недели – новые правила сдачи экзамена на водительские права. Они вступают в силу 1 апреля, то есть уже в следующий четверг. Ко мне в студию присоединяется Ирина Корчагина. Она, наконец, расскажет про все изменения. Ира, привет! Какие радикальные перемены ждут будущих водителей? Привет, Андрей! Сегодня мы получили официальный комментарий от ГИБДД. Сегодня, буквально в эти минуты, в ГИБДД уже разъясняют новые правила для руководителей автошкол. Итак, изменения коснутся только практической части. В теоретической все так же 20 вопросов. Напомним, сейчас экзамен проходит в три этапа – теория, автодром и город. С 1 апреля отдельного экзамена на автодроме не будет. Его объединят вместе с городом. Еще одно интересное нововведение – на экзамене инспектор будет сидеть за дублирующими педалями, то есть на месте учителя. Мне непонятно, как инспектор должен контролировать действия экзаменуемого, отмечать все ошибки в протоколах и следить одновременно за безопасностью дорожного движения. Вот для меня это самый, наверное, страшный и непонятный пункт, почему это допустили. Также по согласованию с будущим водителем в машине могут находиться инструктор, а также общественный наблюдатель. Так в ГИБДД хотят избежать каких-либо упреков в экзамене с пристрастием. Но и это еще не все. Основным нововведением является то, что фигуры, которые раньше выполнялись кандидатами в водителями на автодроме, будут выполняться в условиях реального дорожного движения по разметке, которая имеется у нас в городе. То есть конусов вообще не будет? Конусов не будет. Люди будут сразу учиться и сдавать именно по разметке, которая в реальной жизни? Да. И здесь тяжелее всех будет ученикам, которые оказались на стыке двух регламентов. Если, например, будущий водитель сдает экзамен сегодня и проваливает его, то пересдача уже будет проходить по новым правилам в апреле. Но есть исключения. Постановка транспортного средства задним ходом с поворотом на 90 градусов, параллельная парковка, разворот в ограниченном пространстве, либо остановка на подъеме. Если кандидат в водители уже до 1 апреля сдал эти элементы на автодроме, то с 1 апреля проверка этих элементов в ходе экзамена осуществляться уже не будет. То есть он выполняет те элементы, которые предусмотрены для выполнения в условиях городского движения. Кстати, только в Барнауле в прошлом году было подготовлено 13 тысяч кандидатов в водители. Большую настороженность, конечно, вызывает то обстоятельство, что ежегодно отмечается падение процентов по результатам сдачи экзаменов в условиях города. ГИБДД это связывает в первую очередь с качеством обучения. В конце добавлю, что ознакомиться с рейтингом автошкол можно на сайте госавтоинспекции.